Жаль, не всегда этот подход работает. В последние несколько часов Дональд Трамп звонил в Берлин и Париж. И потом пресс-службы Ангела Меркеля и Эммануэля Макрона подтвердили единство мнений по так называемому делу Скрипаля, как поводу для высылки наших дипломатов. Всего в эту кампанию включились НАТО и Бельгия. В общей сложности 26 стран высылают 148 человек. В Москве убеждены, все это давно готовил Вашингтон и давил на других, чтобы присоединялись. Ответ будет, обещают в нашем МИД. Наталья Юрьева с подробностями. Высылку российских дипломатов глава нашего внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал хамством, на которое наша страна обязательно ответит. В российском МИДе убеждены, судя по действиям Соединенных Штатов, эта акция готовилась давно. И за выдворением дипломатов из других стран стоит колоссальное давление и шантаж со стороны Вашингтона. Правым мы были, когда несколько раз подчеркивали, как мало остается самостоятельных стран в современном мире, в современной Европе. Когда то одного, то двух дипломатов, причем так шепча нам на ухо извинения, просят выехать из той или иной страны, мы знаем доподлинно, что это результат колоссального давления, колоссального шантажа, который, к сожалению, сейчас является главным инструментом Вашингтона на международное время. Ответим, не сомневайтесь, потому что такое хамство сносить, конечно, никому не хочется и не будем этого делать. А пост пред России при ООН Василий Небензя, среди 60 высылаемых из Америки дипломатов, 12 сотрудники этой международной организации, до юра не подчиняющейся одному лишь Вашингтону, заявил, американские власти злоупотребили тем, что штаб-квартира ООН находится на территории США. Это удар по нашему представительству, но думаю, что мы мобилизуемся. Высылку российских дипломатов, так же, как и другие недавние недружественные шаги, лишение доступа к российской дипломатической собственности, невыдача виз для сотрудников миссии и другие, можно расценивать как злоупотребление США своими правами и обязательствами государства пребывания. Впрочем, несмотря на громкие слова о солидарности с Великобританией, так часто звучавшие в последнее время, на поверку выяснилось, далеко не все члены Евросоюза готовы слепо выполнять желания Лондона и Вашингтона. Из 28 стран 9 решили не высылать российских дипломатов, в первую очередь из-за отсутствия доказательств вины России в деле Скрипаля. Все течет, все изменяется. Эксперты организации по запрещению химического оружия уже почти 8 дней работают в Лондоне. Идет расследование. Еще не представлено стопроцентных доказательств, что Россия имеет отношение к этому случаю. Австрия придерживается фактов и считает, что в сложные времена надо поддерживать разговор и выполнять функцию по налаживанию диалога. Словакия не будет поддаваться лишь убеждениям, что за нападением стоит Россия. Мы не будем торопиться. Словакия в связи с инцидентом в Солсбери будет действовать решительно, но разумно и без театральных жестов. Жестко раскритиковала высылку российских дипломатов и европейская пресса, которую сложно заподозрить в симпатиях к России. Так немецкий телеканал Вельд констатирует, выдворение российских дипломатов обернулось расколом Европы. А в эфире немецкого Первого канала добавляют, единой позиции нет не только в ЕС, но и среди членов правящей партии Германии. Критика звучит даже внутри СДПГ. Например, заместитель председателя фракции назвал этот шаг чрезмерно поспешным. Он подчеркнул, что в этом участвуют далеко не все. По его словам, этот ясный знак солидарности таким образом существенно ослабляется. Тот факт, что чуть ли не впервые несогласных с позицией Лондона и Вашингтона не удалось дожать и все-таки заставить пойти против национальных интересов, как это происходило и не раз, говорит по мнению экспертов о многом. Здесь, конечно, велик политический страх потерять собственное кресло, проводя непопулярную среди населения внешнюю политику. Что чуть не случилось на прошлых выборах в Германии с Ангелой Меркель, которая, впрочем, все равно не прислушивается к голосу народа. Немецкая газета Die Welt опубликовала данные опроса, в котором большинство немцев, 58%, высказались за сближение с Россией. Так пренебрегать мнением своих граждан сейчас в Европе готовы немногие, уверены политологи. Этим странам теперь невыгодно идти в фарватере внешнеполитического курса Вашингтона. Это может ударить по их карману, по кошельку обыкновенных людей. Это тоже показатель силы, то, что они заявляют о неком таком независимом курсе, о нейтралитете. Это тоже показатель силы. Этот независимый курс, как пишет немецкая пресса, может дорого стоить Евросоюзу именно сейчас. Такая разная реакция стран-членов ЕС на дело Скрипаля уже привела к разногласиям, которые в условиях Брекзита и звучащих все громче голосов евроскептиков особенно не кстати. Наталья Юрьева, Павел Матвеев, Юлия Заграничного, Евгений Кузьмишин, Андрей Суханов и Кирилл Данилов. Первый канал.